Добрый день, дамы и господа! Я рад вас приветствовать на канале Михаила Гусь по массажу. Меня зовут Сергей, я специалист по массажу, рекреации и мануальной терапии. На сегодняшний день возникает вопрос и возникает у многих, работает ли антицеллюлитный массаж или нет. Что нужно сделать, чтобы он сработал? Как нужно работать, чтобы он сработал и принес желаемый результат? Это хотят знать как и женщины, так и мужчины, которые дают деньги женщинам на эти массажи. Сегодня у нас этот вопрос, который достаточно нередко задают и нам же. Поэтому я хотел бы на него ответить максимально сжато, лаконично, но при этом, чтобы было понятно и разумительно. Дело в том, что, как я говорил в предыдущем видео, очень часто люди забывают о том, что есть такое понятие, как антропометрические данные. А также вес человека, а также мы говорим о образе жизни человека, о питании, о вопросе употребления воды и многого другого. В частности, нагрузок физических и так далее. Для того, чтобы получить хороший результат с помощью антицеллюлитного массажа, во-первых, мы должны говорить о немалом промежутке времени. Потому что сейчас очень часто ходит такая молва и уже давно используется такой пиар о том, что посетите два сеанса или три, и ваши объемы сойдут на нет. Или вы получите 100% желаемый результат. Так вот это вранье, такого не бывает. Антицеллюлитный массаж, он работает, и работает очень даже хорошо. Но не всегда результат виден такой, как хотелось бы сразу. В силу, опять же таки, повторюсь, антропометрических данных, веса и прочих условностей, о которых я уже говорил, результат может быть быстрым, результат может быть медленным. Плюс еще к тому, как отзовется тело, как специалист будет работать, насколько жестко или не жестко, тщательно или не тщательно, какая косметика будет использоваться при этом. Все имеет большое значение. Так вот, отвечая на вопрос, работает ли антицеллюлитный массаж, да, он работает. Прежде всего, как любой другой массаж, он воздействует на гуморальную систему человека-организма, да, организма человека. И в любом случае он даст результат. Даст результат на то, что улучшится микроциркуляция, отток лимфы, улучшатся обменные процессы, выведение углекислого газа из клеток точно так же улучшится. И питание кислородом точно так же наполнит клетки жизнедеятельностью, что ускорит обменные и метаболические процессы. Благодаря этому, конечно же, какая-то часть целлюлита, какая-то часть подкожного слоя жира будет уходить, будет уменьшаться. Но это длительный процесс. Я хочу, чтобы все это усвоили, это поняли, это запомнили, что это длительный процесс, понимаете? То есть, как бы сложно говорить о том, когда человек пришел на 2-3 сеанса, имеет достаточно серьезный объем и вес, и хочет, чтобы это все уже сразу изменилось. Такого не бывает, это только в сказке. Поэтому в настоящей реальности, в настоящем времени вопрос антицеллюлитного массажа включает в себя процесс. И зачастую это не только 10 сеансов, а гораздо больше. Особенно, если человек ведет сидящий образ жизни. Поэтому, когда вы направляетесь, или хотите направиться в студию массажа Михаила Гусь, и получить там прекрасный результат от модулирующего массажа антицеллюлитного и прочих скульптурирующих видов массажа, вы должны запастись терпением и понимать, что не специалист плохой, хотя и такой бывает, но в студии нашей такого нету, а время нужно для того, чтобы добиться этого результата. Чтобы это было естественно, нормально, и чтобы этот результат был достаточно стойким и безболезненным до такой степени, что вы не сможете терпеть. Поэтому мы и назначаем 10 сеансов. Как я говорил в предыдущем своем видео, мы и назначаем 10 сеансов минимум, чтобы постепенно, постепенно подготовить организм для получения определенного результата. Поэтому хорошо, когда человек это понимает. Хорошо, когда человек ощущает реальность и знает, чего ожидать и через какое время. И еще очень большое ударение, я еще раз повторюсь и поставлю, это ударение на то, что замечайте, как вы живете и что вы делаете в период массажа. Потому что нередко мы сталкиваемся, как специалисты, с таким вот моментом, когда человек хочет получить результат, но при этом питается плохо, питается, я бы сказал, даже ужасно и ведет малоподвижный образ жизни. А массаж, он подталкивает, он подталкивает организм к движению, он подталкивает организм к становлению результата. И поэтому движение должно поспособствовать, но поспособствует обязательно тем последствиям, которые дает массаж. То есть ускорение метаболизма и прочих процессов. Вот. Это то, что в принципе я хотел пойду. Об этом можно много говорить, об этом можно выступать достаточно долго, каждые нюансы разбирать по отдельности и так далее и тому подобное. Но, опять же таки, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, что самое главное зафиксировать себе, что это время, это определенное время, которое понадобится для того, чтобы этот вопрос решить. И самое главное, не забывать о том, что результат, результат не заставит себя ждать, если вы пойдете к нему навстречу. А как к нему пойти навстречу, я уже сказал. И последнее. Когда вы получите желаемый результат, его нужно поддерживать, его нужно закреплять. И для этого нужно ходить на профилактические мероприятия, в том числе массаж особенно. Поэтому я вам желаю, чтобы, конечно, все, что вы не съедали, никогда не превращалось в целлюлит. Но при этом всегда как бы помнить о том, что организм свое возьмет. И для того, чтобы чувствовать себя хорошо и иметь хорошую внешность и эстетический вид, для этого необходимо время и массаж. А я на сегодня с вами прощаюсь. Было, надеюсь, конструктивно, интересно. Удачного всем дня. Приходите в нашу студию массажа Михаила Гусь. И будем вместе с вами работать и получать те результаты, которые вы хотите. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok